Российская актриса театра и кино Людмила Гурченко ушла из жизни 10 лет назад. В годовщину ее смерти, 30 марта, на Новодевичье кладбище, где несравненная Люся нашла свое последнее упокоение, пришла ее единственная внучка Елена. Поддержать приятельницу в этот печальный день решил певец Прохор Шаляпин, которому не так давно стали приписывать роман с наследницей Гурченко. По словам 37-летней Елены, последняя ее личная встреча с бабушкой произошла много лет назад, когда она еще училась в 10 классе. В тот день на Третьяковке как раз проходили съемки фильма «Старые клячи». После смерти Людмилы Марковны Елена и ее 13-летняя дочь Таисия так и не смогли наладить нормальный диалог с последним мужем артистки Сергеем Сениным. Несмотря на отсутствие между вдовцом и кровными родственниками открытого конфликта, мужчина упорно избегает общения с Еленой и ее дочкой. На днях Елена должна была принять участие в записи программы «Прямой эфир», гостем которой стал Сергей Сенин. Увы, но в итоге внучка и вдовец так и не смогли пообщаться. Как выяснилось, муж Гурченко категорически отказался участвовать в шоу из-за нежелания встречаться именно с Еленой. А еще Елена явно обиделась на Сенина из-за его заявления о том, что он не считает кровную родственницу настоящей наследницей легендарной артистки. Если следовать логике безутешного вдовца Людмилы Гурченко негодует Королева, то получается, что на наследство должны претендовать исключительно мужья, а не близкие люди.